Этого австралийского рака зовут Валера. Он, можно сказать, ручной. К людям ракообразный привык, поэтому ведет себя спокойно и даже не пытается пуститься на утек. Любит внимание, особенно когда его поглаживают. Кстати, для рака Валера достаточно крупный. Весит чуть больше 200 грамм. Ему один год и 8 месяцев. Обычный товарный рак весит в двух категориях. Категория 20-40 и категория 40-60. Отличительная особенность, если посмотреть красный маникюр на крышнях. То есть это именно признак только самцов. В этих бассейнах площадью порядка более 2000 квадратных метров живут раки с самого раннего возраста. У каждой категории свой рацион питания и время обеда. Едят кашу, злаковые культуры, сладкую морковь. Больше всего любят живой корм. Кстати, на сегодняшний день на ферме обитает порядка двух тонн ракообразных. Австралийский красный клешневый рак по сравнению с речным раком, во-первых, более технологичный. Он экономически интереснее. Растет примерно в 3-5 раз быстрее, чем речной рак. Бывает, запутаются клешнями. Чтобы распутаться раз, клешня отскочила. Но у раков развита функция регенерации. Соответственно, потерянный внешний орган быстро отрастает. Сегодня барнаульская раковая ферма – одна из крупнейших не только в регионе, но и в России. В бассейнах-аквариумах обитают ракообразные самого разного возраста. Крохотные личинки, малыши, самки с икрой и самцы. Места хватает всем. Бассейн каждый уникальный. Где-то у нас сидят одни самочки, где-то у нас бассейны репродукции, где-то у нас бассейны по возрастам, где-то у нас бассейны, которые готовятся сейчас перейти в пруд. То есть мы сейчас пытаемся, такой экспериментальный у нас год наших раков адаптировать в естественные условия. Так более 30 тысяч раков-младенцев на летний сезон уже переехали в пруды Павловского района. Когда они подрастут, их вернут домой, на ферму. Мария Костылева, Алексей Фризин. День с толком.